Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать про свои фавориты за март и апрель месяц. Так как у меня появилось много новинок и фаворитов в уходовой косметике, начну я именно с ухода. Когда я снимаю видео о фаворитах, никогда не знаю с чего начать, потому что все продукты любимые, часто используемые. Но давайте сегодня я начну с волос. Начну конкретно с такого масла Амлы. Я когда увидела его состав по сравнению с другими, например, известная марка Дабур есть. И что здесь написано? Состав масла Амлах на лепестки роз кунжутное масло. То есть супер натуральный состав. Здесь большой очень идет флакончик 200 мл. Его можно наносить как на корни, так и по всей длине. И здесь написано как минимум на час-два. И если наносить для лучшего результата, то тогда на всю ночь, как я это обычно и делаю. Очень классное масло, которое я не боюсь наносить на свои волосы, потому что в основном я встречала масло Амлы, где содержатся минеральные масла. И я такое вообще не приемлю. Это самое дешевое такое, самое простое масло, которое ничего не делает, мне кажется. Оно очень хорошо увлажняет волосы, она очень хорошо их приглаживает. Они очень такие гладкие, послушные, шелковистые, блестящие. В общем, безумно понравилось. Оно, насколько я помню, не очень дорого стоило. Я сайт оставлю, на котором заказывала. Поэтому понравилось. И тут написано, что со временем даже волосы становятся толще. Я бы сказала, что вот это масло, оно обладает таким неким эффектом ламинирования. Этот эффект остается где-то на протяжении 2-3 раз, пока вы моете волосы. Я использую где-то 1 раз в 2 недели. Очень классно, очень советую, особенно состав. Продолжая тему волос, хочу остановиться на таком средстве от Piel Cosmetics для волос, которое хорошо помогает росту и против выпадения. Идет в интересной упаковке. Сразу же я смотрю состав. Здесь масло перечной мяты, потом протеины, после чего глицерины, фруктовые какие-то экстракты. То есть на первых местах супер полезные добавки, поэтому сразу же выбрала это средство. Здесь вообще идут 2 таких бутылечка, 2 упаковочки. Вот одна из них, которую я сейчас использую. Я где-то третью часть использовала на данный момент. Пользуюсь уже 2 недели. Раза 4-5 в неделю, где-то так. Здесь написано, что курсы рассчитаны на 1 месяц. Если, а нет, не на 1 месяц, на 2 месяца. Здесь написано, что использовать. И написано, что для активного восстановления поврежденных волос надо использовать даже 2 раза в сутки. Но так как у меня волосы нормальные, в принципе, я использую 1 раз. И наношу я на корни волос. Я набираю сюда средства. Расходуется оно достаточно экономично. Мне казалось, что не хватит на 2 месяца. Но сейчас я смотрю, что вполне-таки хватит. И просто вот такими движениями распределяю по корням. И потом втираю в кожу головы. Немножечко оно все-таки пачкает волосы. Особенно вот после, наверное, на 2-й, на 3-й день. На 4-й, на 3-й день я мою волосы. Но вообще понравилось. И заметила, что маленькие волоски снова начали расти. У меня снова я как одуванчик буду с этими новыми волосками. Но это, конечно же, хорошо. Потому что увеличивается и объем волос. И я думаю, что все-таки даже ускоряет немножечко рост. Новинок в шампунях для волос и в масках у меня было очень много. Я оставлю вот здесь ссылку. Пройдите, посмотрите, чтобы я второй раз об этом и во всем не рассказывала. Я ими пользуюсь и довольна на все вот 200%. Но также в новинках, которые я вам еще не успела показать, появился шампунь Сила Фруктов для всех типов волос. Здесь нарисован арбуз, яблоко. Я когда открываю его, то здесь отчетливо чувствую такое какое-то яблоко. Но немного советский, что ли, аромат мне напоминает. Этот шампунь мне понравился тем, что у него очень густая консистенция. И я бы сказала, что он идет как шампунь-бальзам 2 в 1. То есть он отлично выравнивает волосы, он отлично их питает, увлажняет, что очень редко в шампунях. Но мне не понравилось здесь то, что нет состава. То есть написано, что он содержит вроде бы как и это, и то. Мне нравится смотреть, когда все по очереди написано, расписано. Здесь этого нет, и меня это немножечко огорчает. Аромат достаточно стойкий, поэтому если вы не любитель таких ароматов, то тогда он будет вас раздражать, я так думаю. Потому что на волосах он в течение одного дня точно сохраняется, и даже на второй день я немножечко его ощущаю, помимо того, что я использую и маску. Можно даже не использовать. Кстати, маску я вот буквально в прошлый раз, когда я мыла волосы, я не использовала маску, отлично он все разгладил, отлично волосы смотрелись, то есть они были увлажненными. И на второй, на третий день шампунь понравился. И, кстати, это аюрведическая марка, и написано, что не содержит парабенов. Вот такой шампунь. Для иммунитета, для профилактики я принимала вот такие таблетки. Масло черного тмина, давно наслышано и на ютубе о нем, и вообще читала хорошие отзывы. Это такое средство против вообще многих болезней, и можно употреблять его и вовнутрь, если это масло, и снаружи, на волосы, на лицо, на глаза, куда угодно. А вот это капсулы. Конечно, если принимать вовнутрь, то тогда я вам советую вот это попробовать бракодиапсол, называется. Именно масло черного тмина в капсулах, потому что никакого дискомфорта не ощущается, при том, как вы его принимаете, надо во время еды где-то 3-4 штучки, 2 раза в день. Хватило мне этой упаковки 60 капсул на 10 дней, поэтому если вы хотите полный курс пройти именно с таблеточками, то тогда как минимум месяц, полтора, по-моему, месяца соберите 2-3 упаковки, а я вот совместила так, то есть полмесяца я вот эти употребляла таблеточки, и вот сейчас я пью масло черного тмина. Он, конечно, неприятный на вкус, я не знаю, если у меня получится до конца пройти этот курс, но здесь написано вообще, как его употреблять. Взрослым по одной чайной ложке 3 мл, утром и вечером разбавляя полстакана воды с добавлением ложки меда. Но мед здесь не особо спасает, потому что вот этот запах масла все равно присутствует. Так оно выглядит. Вообще здесь написано, что черный тмин используется в качестве натурального фитотерапевтического средства более 2000 лет. То есть, когда мы читаем инструкцию по применению, его можно наносить и на кончики волос, и на корни его можно применять, как я сказала, вовнутрь, можно его использовать на все лицо. Я использую вот под глаза, это и против усталости, и против морщинок первых. Очень хорошее средство, мне нравится, как увлажняет. И вот после этого масла, я когда просыпаюсь, у меня нет отеков под глазами, даже если я его забываю чем-то промокнуть. Также хочу вам показать Деонат, это кристалл дезодорант в стике. Если вы любите такие дезодоранты, а я их очень люблю, мне кажется, они лучше всего помогают справиться с этой проблемой, кому-то они вообще не помогают, но мне подошло просто безупречно. Единственное здесь, что надо смочить его водой, во всем остальном очень удобно и намного удобнее им пользоваться, чем тот дезодорант кристалл, который у меня был просто вот в такой упаковке, и я его уже сломала. И расскажу еще, что я использовала для тела, это Hendry New, называется от S-Flow. У меня увлажняющий сахарный скраб для рук, это такое наслаждение при использовании, он пахнет апельсинкой, очень натуральное, он безумно классно увлажняет ручки, он, если есть все-таки какие-то у вас трещинки или баранки, он может немножечко доставлять такой дискомфорт, но увлажняет супер. После него я еще наношу увлажняющее средство, и все, руки буквально 2-3 дня уже в идеальном состоянии, несмотря на то, что у меня это весной очень сухие руки. Далее, я использовала, вернулась, я как всегда к моему самому-самому любимому автозагару St. Moris, у меня в Medium оттенок, он дает очень натуральный эффект загара, я не загораю так, чтобы быть какой-то вообще оранжевый, просто, чтобы был такой здоровый, отдохнувший, свежий цветок. Мы уже одеваем платьюшки, шортики сейчас пойдут, и надо выглядеть более такой отдохнувшей, что ли. Не было, чтобы синюшнего эффекта. Мне нравится, он наносится идеально, этот автозагар, просто получаю удовольствие и при нанесении, и когда я его смываю, смывается все, что не надо, и остается натуральный, как я сказала, такой коричневато-бронзовый оттенок, безумно классный, как всегда я его использую вместе с перчаточкой, потому что таким образом он наносится лучше всего. Переходим к лицу, использовала я уже половинку Гарни и мицеллярная вода для всех типов кожи, очень она мне нравится, кто-то говорит, что здесь похуже состав, я, к сожалению, пока что еще не сравнивала, не дошла, но по моим ощущениям, именно вот как очищает макияж, я вообще разницы не вижу, отлично очищает, однозначно я буду покупать его еще и еще, то есть чередовать с Биодермой, здесь отличный громадж, 400 мл, я уже пользуюсь им, наверное, около двух месяцев, использовала половину, и, наверное, мне еще на месяц как минимум его хватит. У меня нет от него никаких высыпаний, никаких забитых пор, у меня нет неприятных ощущений, все свежо, все хорошо, и макияж очищен из глаз и с лица. Следующее средство, которым я не пользовалась уже давным-давно, это гидролат розы, натуральная цветочная вода, тоже она обладает прекрасными свойствами, как для лица, так для волос, так для тела, я использую тоже, как делаю, как компрессики для глаз, для профилактики морщинок, очень классная, мне нравится эта водичка, единственное здесь, сколько у нас, по-моему, 100 мл, то есть, очень, да, 100 мл, и состав, роза дамасская, все. В таких гидролатах вы все время смотрите на составы, потому что иногда добавляют много других компонентов, помимо одного-единственного, который, в принципе, должен присутствовать, это вода и роза. Следующее средство, о котором я вам просто не могла не рассказать снова, это балансирующее масло для лица, я в неимоверном восторге от этого средства, потому что оно замечательно питает, увлажняет, оно устраняет какие-то воспаления, оно не оставляет на утро жирного блеска, постоянно им пользуюсь, тоже зайдите по вот этой ссылке, посмотрите подробно, что я о нем рассказывала, но вот пользуюсь, оно экономично, я думаю, мне минимум его на 9 месяцев, на год это точно хватит, и оно полностью окупает себя, замечательно, вот уже месяц им пользуюсь, и я в восторге от эффекта. Еще одно средство для лица написано, что сделано в Украине, это Piel Cosmetics, также из серии специалист. У меня идет маска для оживляющая, да, по-моему, маска здесь написана на украинском просто, поэтому я перевожу, обновляющая, оживляющая маска моментального действия, бриллианс. Она должна моментально возвращать сияние кожи, она хорошо увлажняет ее, и здесь написано, что можно использовать ее в каких-то экстренных ситуациях, когда вам надо на какой-то вечер там идти, и должна кожа хорошо выглядеть, у нее действительно моментальное действие, безумно понравилась эта маска, идет она в такой упаковке, тоже экономичный продукт, я ей пользовалась уже, наверное, 3-4 раза, но, как видите, больше половины здесь у меня еще осталось, не совсем удобная упаковка, мне она не совсем нравится, по составу тоже маска замечательная, то есть на первых местах идут масла, фруктовые, протеины, идут далее масло ши у нас, ну, в общем, соевое масло, розмариновое, замечательная маска, мне нравится то, что кожа после нее там не какая-то покрасневшая, она вот действительно сразу обновляется, она сияет, приобретает красивый вид, понравилась очень. И следующее, о чем я вам расскажу, последнее из уходовых средств, это органический бальзам для губ, тоже я просто влюблена в этот продукт, он настолько классный, он так хорошо увлажняет губы, это не передать, прекрасно ложится, то есть никаких у меня шелушений, я вообще с тех пор, как у меня появился этот бальзам для губ, я забыла, что такое шелушение, что это такое подрезкавшиеся губы, то есть супер-супер-супер, мне хочется вообще всю линейку этих бальзамов. Остановимся немного и на парфюмах, я вам давно не показывала, но, к сожалению, пока что ничего новенького у меня нет, я не парфюмерный маньяк, или как это сказать. В общем, у меня весенний аромат, только весной им пользуюсь, это Juicy Couture, уже хочется его использовать, потому что 100 мл для меня, это просто какой-то нескончаемый парфюм, я не знаю, как люди быстро закачивают парфюмы, у меня так не получается. И, как я сказала, это очень весенний аромат, он такой немного сладенький, он на каждом человеке раскрывается по-разному, и даже зависит как-то от настроения, потому что часто я выхожу куда-то с подружками в кафе, и мне говорят, а у тебя сегодня новый какой-то парфюм, то есть и каждый раз я с вот этим парфюмом, наверное, зависит что-то и от настроения, вот эти нотки подстраиваются под себя. Это хороший парфюм, но я бы советовала все-таки брать меньший громаж, а не 100 мл. Если говорим про ногти, то у меня два фаворита. Во-первых, это China Glaze масло апельсиновое для кутикулы, я его наношу как на весь ноготочек, так и просто увлажняю кутикулу. Оно не сос-средство, если очень сухая кутикула, то тогда оно вряд ли вас спасет, то есть его просто можно наносить литрами, и все равно оно не будет давать такого супер эффекта. А это масло больше профилактическое, мне нравится его состав. К сожалению, я выкинула уже упаковку, но там я вам как-то рассказывала хороший состав, он помогает расти ноготочкам быстрее, поэтому и, кстати, приятный аромат у него. И вот этот лак, Эль Коразон Активный Биогель, Биогель, он, но только название такое, его не надо сушить в лампе, несмотря на то, что у него другая консистенция по сравнению с обычными лаками, он более такой плотный, но при этом он быстро распределяется, в один слой сохнет моментально, в два надо подождать, как сушку не использую, потому что очень долго будет сохнуть и сам лак. Почему это средство мне нравится, я знаю, что я однозначно его буду покупать постоянно, потому что вот как я начала пользоваться этим биогелем, у меня ногти перестали ломаться и слоиться. Я не знаю, какой здесь состав, но здесь написано идеальные ногти, он замечательно укрепляет ногти, он действительно красиво смотрится, если мне просто не хочется наносить лак, у меня, кстати, оттенок 423, я наношу его в 3, в 2-3 слоя, и тогда он дает розоватый, прозрачный розоватый, вот именно как гель смотрится на ногтях, очень нравится, советую. Очень много я наболтала, но фавориты, это и есть фавориты, наверное, у всех девчонок видео с фаворитами очень длинные. Я пройдусь быстро по косметике декоративной, в первую очередь, тоже не знаю, что вам показать, но вот держу я сейчас 2 туши, вернулась я к своей сыворотке, кто ищет в Кишиневе, она продается в, как называется, Империя Частоты, по-моему, сеть называется, она есть в каждом районе, 3 в 1, использую именно как базу под тушь, девчонки, не берите, если вы хотите ее взять, на ночь использовать, потому что, если глазки начнут слезиться, либо ночью вы как-то там потрете глаза, то будет красный глаз на утро, и будет все это чесаться, болеть. Если под тушь использовать, то это супер, и, собственно, сама тушь, которую я использую уже не первую упаковку, называется I Love, моя любимая переводится, от Faberlic, у нее замечательная, как я люблю, щеточка, она такая большая, но она абсолютно не раздражает глаза, она отлично смотрится на ресницах, в паре работает вообще шикарно, она самостоятельно хорошо работает, но в паре это что-то с чем-то. Для глаз в качестве базы я использую кремовые тени от Sigma, называется Persuade, оттенок, он немного розоватый, но очень похож на MAC Paint Pot, абсолютно не сушит века, держит и минеральные тени, не держит обычные тени, вообще обожаю, упаковка такая красивая, хотя там неудобно, если есть ногти доставать, я кисточкой использую, но вообще упаковка замечательная. И плюс еще я использовала тоже свою новинку, вот эту палетку, для более нюдовых, таких нейтральных макияжей, у меня сейчас тоже эта палетка полностью, вот все цвета из этой палетки на глазах, такой нейтральный макияж, стрелочки, нравится, вот этот очень пигментированный оттенок, несмотря на то, что он светлый, и я как-то использовала тоже в видео, вы писали, что вам понравился макияж, вот этот тоже безумно пигментированный оттенок, можно для модного макияжа наносить на нижнее веко, по линии ресничек, вот эти два оттенка для растушевки идеальны, единственное, мне не хватает матового, темного, коричневого оттенка, я его добавляю из своей любимой палетки Basic Snaked, я ее по-прежнему использую, просто не показываю, я ее уже миллион раз вам показала, для губ я использовала чаще всего, и продолжаю использовать, это Ardeco Hydro Lip Booster, у меня в оттенке 28 и 38, очень нежные, приятные такие блески, они у меня абсолютно не скатываются в белую полоску, я ими не пользовалась уже в течение года, я про них не то что забыла, но думала, у меня так много блесковых, надо использовать, но не хочу эти другие блески просто-напросто использовать, у меня в сумочке всегда с собой Dior Lip Maximizer, а вот дома я использую, ну и если мне хочется больше цвета, тогда выбираю один из этого, вообще работает на уровне с Dior, то есть для меня именно тоже придает немножечко объема, и тоже вот у него есть эффект, я не знаю, мне кажется, они как-то поменяли немного формулу, потому что если я наношу много этого блеска, то тогда немножечко как будто губы, как после стоматолога, знаете, вот как бы не чувствуешь особо губ, и вот за счет этого увеличиваются, если я наношу какие-то более темные оттенки из этой коллекции, то тогда меня спрашивают, Таня, ты случайно себе гиалуронку не сделала, то есть я не увеличила губы, я боюсь вообще всех уколов, поэтому не про меня, для глаз я использовала вот этот знаменитый карандаш от Ив Роше, три в одном, он супер, он не дает белого такого какого-то некрасивого эффекта на глазах, он очень натурально смотрится, взгляд очень свежий, такой, в общем, советую, он настоил недешево, но я однозначно буду его покупать, и он экономичный, я его еще ни разу даже не точила, хотя использую тоже два месяца. Из декоративной косметики для лица, я сейчас пользуюсь только минеральными тональными основами, для меня подходит идеально оттенок на данный момент, это 134 от Эра Минерал, с нейтральным подтоном, то что мне нравится, он не желтит, он не розовит, он именно нейтральный, натуральный такой оттенок, безумно красиво смотрится на коже, и все спрашивают, какая у тебя хорошая кожа, то есть она незаметная. Забыла я вам еще показать одни тени из минеральных, просто советую всем-всем этот оттенок, называется Лавиш, он идеальный на каждый день, это тени для век с естественным блеском, они дают на солнышке красивый эффект, при этом очень натурально будут и в офисе смотреться, ничего такого у них нет вульгарного, цвет он между розовым, желтым, с каким-то таким пигментом приятным, тоже освежает взгляд хорошо, поэтому вот этот оттенок он замечательный. И заканчиваю это очень длинное видео на румянах, я использовала практически идентичные оттенки, у меня от Clever Minerals, тоже жалею, что маленький объем заказала, они вот, ну вот такой, как один, так и другой оттенок, они держатся потрясающе хорошо, когда использую минеральную косметику, я беру вот этот оттенок, и когда я использую обычную косметику, тогда эти румяна, хотя они держатся на любой косметике замечательно, что одни, что другие, в общем супер, все названия я оставлю, как всегда в инфобоксе, поэтому смотрите там, всем спасибо за внимание, увидимся в новых видео, пока-пока!